Привет, друзья! Это кухня на изнанку. Сегодня у меня снова свекла. 5 ну очень простых рецептов, для приготовления которых я использую обычную сковороду и самые простые недорогие продукты, которые доступны в любое время года. Причем каждое из этих пяти блюд имеет свой вкус, несмотря на то, что и способ приготовления, и основной ингредиент здесь одинаковы. Начну сегодня с самого простого. Свекла с солеными огурцами. В горячем виде я подаю ее в качестве гарнира, а в холодном это очень интересный, на вкус как маринованный салатик. И времени на приготовление это блюдо совсем не отнимает. Лук нарезаю полукольцами и на небольшом количестве растительного масла обжариваю его до мягкости. Это занимает обычно 1-2 минутки. Выкладываю в сковороду свеклу и тушу ее практически до готовности на среднем огне. Как нарезана свекла здесь не важно. Я обычно использую терку для моркови по-корейски. Когда свекла уже практически готова, добавляю соленые огурцы, нарезанные соломкой. Вливаю немного рассола и тушу до готовности под крышкой. Дополнительное блюдо я не солю. В конце добавляю черный перец, зубчик чеснока через пресс. Перемешиваю. И оставляю на медленном огне еще на пару минут. И все, готово. Перед подачей посыпаю свежей зеленью. В горячем виде очень вкусно с тефтелями или с запеченным мясом. А на следующий день такой салатик мы любим с отварной картошечкой. Да и не только с ней. Вкусно. Но второй рецепт еще вкуснее. Вот тут я даже настаиваю. Если не пробовали, приготовьте. Равнодушных не встречала еще. Мы называем это блюдо жареный винегрет. Думаю, что многие знают его как овощное рагу. Но есть у меня один небольшой секрет, который делает это блюдо просто потрясающим. Первое, что нужно сделать, это нарезать и замариновать лук. Я нарезаю четверть кольцами. Добавляю чайную ложечку сахара, немного соли и 3 чайных ложки яблочного уксуса. Заливаю водой, чтобы она слегка покрывала лук. Перемешиваю. И пока лук маринуется, обжарю остальные овощи. Вначале отправляю в сковороду с разогретым растительным маслом нарезанную свеклу. Я нарезаю все овощи крупной соломкой. Ну, конечно, можно и кубиками. Будет больше похоже на классический винегрет. Свеклу я обжариваю в отдельной сковороде, чтобы она не окрасила остальные овощи. Так аппетитнее получается. Отставляю. А на второй сковороде обжариваю морковь примерно пару минут. И добавляю к ней картофель. Свеклу также не забываю перемешивать. Жарю овощи до готовности. В самом конце солю. А вот теперь мой секретик. Я добавляю к овощам маринованный лук. Воду я, конечно, слила. Обжариваю картофель с луком 2-3 минутки. Аромат стой потрясающий. Слегка даже шашлычком пахнет. И винегрет получается более ароматный. Конечно, лук можно и не мариновать заранее, а обжарить свежий. Но я все же рекомендую попробовать именно так. Когда лук слегка поджарится, добавляю сюда же уже готовую свеклу. И перемешиваю. Все, блюдо готово. Попробуйте. И именно вот так, с маринованным луком. Я знаю, что многие добавляют сюда еще соленые огурцы или квашеную капусту. Но поверьте, это лишнее. Я уверена, что когда один раз попробуете, будете даже на празднике это блюдо готовить. Потому что оно очень вкусно. Да, свежая зелень здесь не помешает. Следующий рецепт у меня сегодня тоже овощной рагу. Но мы называем это блюдо сухой борщ. На вкус, ну вот точно борщ. Только без бульона. Лука для этого блюда беру побольше. 2 средних луковицы. Нарезаю мелко и обжариваю на растительном масле 3-4 минуты. Затем добавляю морковь. Все овощи я нарезала соломкой примерно одного размера. Через 2-3 минуты отправляю в сковороду свеклу. И обжариваю еще примерно 5 минут. Добавляю лавровый лист. Солю. И вливаю стакан томатного сока. У меня сок домашний. Но можно заменить его на 1-2 столовых ложки томатной пасты и неполный стакан воды. Накрываю крышкой и тушу 5-7 минут. Затем добавляю нарезанную тонкой соломкой капусту и сладкий перец. Перемешиваю. Снова накрываю крышкой и тушу примерно 20 минут на небольшом огне. В самом конце добавляю заранее отваренную фасоль. У меня сегодня консервированная в томатном соусе. Поэтому отправляю в сковороду ее вместе с соусом. Перемешиваю. Добавляю мелко нарезанную зелень. И даю настояться под крышкой 5-7 минут. Все, можно подавать. И в горячем, и в холодном виде это одинаково вкусно. Можно подавать в качестве гарнира и как самостоятельное блюдо. Здесь даже добавить нечего. И мяса никакого не нужно. Особенно оценят это блюдо любители борща. Для следующего рецепта мне понадобятся 2 средних свеклы, лук и 2 баклажана. Лук также нарезаю и обжариваю на растительном масле пару минут. Затем отправляю в сковороду нарезанную на небольшие кубики баклажаны и натертую на крупной терке свеклу. С баклажанов кожицу я сняла, нарезала и предварительно замочила в соленой воде минут на 10. Обжариваю овощи несколько минут. Затем добавляю черный перец, солю по вкусу, перемешиваю и на небольшом огне тушу еще минут 10-15. В конце добавляю 1-2 зубчика чеснока через пресс и нарезанную зелень. Через минутку снимаю с огня и можно подавать. Вот такая получается икра из свеклы и баклажанов. Очень вкусно и полезно. Особенно она мне нравится с кусочком ржаного хлеба. Если любите баклажаны и свеклу, очень рекомендую попробовать. И еще один рецепт на сегодня. Тоже икра. Только ее я готовлю из отварной или запеченной свеклы. Несколько способов, как я варю свеклу, смотрите по ссылочке в описании. Свеклу натираю на крупной терке. Нарезанный лук обжариваю на небольшом количестве растительного масла. Добавляю примерно чайную ложечку сахара. Через пару минут свеклу, 2 столовых ложки томатной пасты, соль по вкусу и 100 мл воды или еще лучше рассола. Перемешиваю. Накрываю крышкой и тушу 10 минут на среднем огне. Все. Очень вкусная икра из свеклы готова. Можно посыпать свежей зеленью. Такую икру я готова есть чем угодно. Очень она мне нравится. Напишите в комментариях, как вы готовите свеклу. И обязательно посмотрите, какие салаты я готовлю из свеклы. Ссылочку оставлю в описании. Там же в описании, как всегда, все рецепты, которые я показала сегодня. Ставьте лайк, если понравилось это видео и делитесь им с друзьями. И, конечно, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Впереди еще много всего интересного. И, конечно, я готовлюсь. Субтитры сделал DimaTorzok